Щелковские депутаты провели очередное заседание Совета. На нем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в положение о территориальном планировании генерального плана муниципалитета. Оно в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации теперь дополнено выделением и разграничением на имеющейся в нашем городском округе при аэродромной территории специальных подзон. Их семь. На них устанавливаются ограничения по целевому использованию земли, по строительству и использованию жилищных и производственных объектов. На заседании депутаты утвердили положение об инициативных проектах, осуществляемых по предложениям жителей. Инициативный проект, или еще как называют, инициативное бюджетирование, оно призвано в население, которое проживает на территории муниципального образования, приняло более широкое участие в решении вопросов местного значения путем внесения части сумм на финансовую реализацию этого проекта. Основную часть будет, конечно, нести бюджет, но определенную часть расходов в пределах 1% несут или юридические, или физические лица. Также депутаты утвердили порядок создания в округе координационных органов для развития малого и среднего бизнеса. На заседании депутаты назначили на 22 апреля в 10 часов утра в актовом зале администрации публичные слушания по новой редакции устава муниципалитета в связи с тем, что в документ в соответствии с федеральным законодательством внесены необходимые изменения. Помимо этого депутаты утвердили в отношении муниципального жилищного контроля ключевые показатели, в которых предусмотрели индикативные ограничения по проведению проверок. Также на заседании решались вопросы по деятельности представительного органа власти муниципалитета. Внесены дополнения в план работы на 2022 год, заслушан отчет за прошлый год, состоялись выборы председателя депутатской комиссии по бюджету. Им стал Павел Жуков. В завершение заседания депутаты наградили грамотами большую группу работников сферы культуры в связи с их недавним профессиональным праздником. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.